Парни, девчонки, всем привет! Данный видеоролик будем считать промежуточным для канала. Я сейчас нахожусь в Барселоне, в Испании. И здесь я хочу вам рассказать о том, что увидел, что посмотрел, поделиться с вами эмоциями, своими ощущениями, рассказать вам про цены на питание, на проживание. Может быть кто-то, глядя на это видео, захочет также съездить сюда и посмотреть все. Мы начинаем, поехали! Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, вопрос цены. Смотрите, мы сюда приехали на 4 дня. У нас в цену входило, что перелет, понятно, трансфер из аэропорта до отеля тоже, завтраки входили, и за все это мы отдали 32 тысячи рублей за двоих. Сюда же плюсуем 8,5 тысяч рублей, это виза. Одна виза стоила 4 250 рублей, ну 85 долларов, можете сами считать по курсу. Вот он наш отель, фронт Моритим, 4-звездочный отель, территориальность отличная. Она находится непосредственно в городе, рядом, через дорогу перейти, там будет море и там же будет пляж. Мы сейчас с вами отправляемся потихонечку в сторону центра города. Вот обратите внимание на все, что происходит за моей спиной. Вот это не какая-то туристическая зона, это в принципе среднестатистический район Испании, то есть как вот люди живут. Технологичный район, более простые, типовые дома, машины, сами можете посмотреть кто на чем ездит, в основном это 80% это малолитражки, это маленькие, небольшие машинки с маленьким расходом топлива. Очень часто встречаются гибридные машины, тачки типа Land Cruiser 200, Range Rover, вот один раз здесь видели Range Rover Sport, вот один раз, все. А так вот, самые частые машины, конечно бывает встречаются спортивные машины, но самые частые популярные. Отмечу то, что все машины, вот если машине больше двух-трех лет, спереди и сзади бампер весь ушатанный, ну то есть весь расцарапанный, зацарапанный, мы даже видели такие ситуации, когда девушка паркуется, въезжает сзади стоящую машину, впереди стоящую, и вот так вот втискивается, вот такое расстояние остается. Естественно мы должны отметить погоду, вот смотрите, сегодня у нас получается 24 января, здесь погода сейчас примерно плюс 15 градусов, ветер есть такой легкий присутств, но он прохладный. Самое страшное то, что может быть здесь погода, то что пошел дождь, есть сильный ветер, вот это вот можно сказать, по их меркам получается холодная зима, по-нашему это середина октября погода, вот как вот у нас в октябре, когда все опало, холодно дует ветер, ну то же самое, за счет того, что страна очень солнечная, здесь больше трехсот дней в году это солнечная, многие люди на балкончиках, ну практически 95 процентов балконов, даже очень маленьких оборудованы, столиками, стульчиками, цветами, прям мечта, знаешь, проснулся утром, вышел на балкон, взял чашечку кофе, выпил такой всем ола, ола и пошел на работу, пойдемте дальше. Присутствуют и художники уличные, да? Это лишь маленький пример, в центральной части везде, повсюду есть художники, которые все разрисовывают, я не знаю, им почему-то кажется, наверное, что это красиво, но это больше похоже на какие-то некие районы гетто. Вот так выглядит метро, станция метро, спускаемся сюда, неприметное, да, ну просто вспомни даже наше московское метро. Спускаясь в подземку, вы увидите вот такую тишину, казалось бы, кому, знаешь, никто не работает сегодня. Вот цель Демар дает название станции, нет никаких контролеров, то есть, если ты хочешь купить билет, ты покупаешь его самостоятельно вот в этих лотках, скажем так, пройти тоже можно, никто не следит, нет никого, вот просто-напросто мы ходим по одной поездке, вставляем ее, друг за другом проходим, все рассчитано на честность, по большому счету, ну посмотри, покажи вот это, можно перелезть и пойти дальше. Все станции, вот однотипные, вот как вот это выглядит, все остальные, в принципе, такие же, обратите внимание, ну чисто, тем не менее, мышей видели, мышей бегают по рельсам, там маленькая, прямо такая лежала, народу мало, вторник, видимо, все на работе, нет такой, знаешь, девушечка, куда-то спускаешься, и как бы вторник, субботу, пофигу, все куда-то едут, только делают, что ездят. И вот чудесным образом мы с вами перемещаемся в центральную часть города, где нас встречает легендарная Саграда для фамилия. Вопрос, что посмотреть, в принципе, очень важный, но я вам отвечу одно, вот по видео, всю красоту ты сейчас не ощутишь, как бы ее не сняли, знаешь, с трех камер, с вертолета, самый лучший вариант приехать, встать здесь и посмотреть нам все это дело вживую, поэтому планирую следующим образом, в интернете прям вбиваешь топ-20 мест Барселоны, которые нужно посетить, больше 20 там не будет, я даже думаю, ты из этого с топ-20 сделаешь свой топ-10, как это сделали мы, за четыре дня в неспешном режиме, все можно обойти, все можно посмотреть, времени хватит вот так вот. Но что можно в центре отметить из минусов? Вот такая же фигня, как и у нас, торгаши все различными, попрошайки, бомжи, все это присутствует. Вот что интересно, чтобы мне просто запомнить, знаешь, как бомжи здесь живут? Вот представь, есть улица центральная, да, там различного рода бутики, да, там Армани, Гуччи, еще что-то, в вечернее время, когда все уже закрываются, он приходит прямо перед магазином, в стиле в свой дом, так называемый, да, переносной мешок спальный, ложится вот прям так и лежит, спит, то есть люди идут мимо, он лежит, а он придет всем, хола, хола. Особое внимание хочу заострить на сувенирной продукции, а именно, здесь есть футбольный клуб Барселона, все вы про это прекрасно знаете, его два футболиста, Неймар и Месси, здесь это прям пуп земли просто-напросто, это лучшие люди, я так понимаю, города, то есть все построено вокруг них приходишь, вот сувенирная лавка, да, ставь, вот ты сейчас зайдешь, там будет Неймар, 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 Месси, 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 остальные участники команды, они присутствуют, но их очень мало. Шапку даже себе купил, пришел, где футбольный клуб Барселона, сам находит стадион, и там был фанский магазин, зашел, ну и почему-то мне прямо начало казаться, что я должен гонять за Барселону, поэтому я здесь взял шапку, взял себе открывашку под пиво, вернусь, все, Будяй, в общем, теперь за Барселону болеет, цены. Вот вам улочка примерная, вот в целом атмосферу почувствуйте сами, как вот здесь все это выглядит. Магазины, что касаемо цен, да, ты приехал туристам, надо что-то покушать, обрати внимание, вот люди сейчас паркают велосипеды, и за ним, да, находится меню, давайте посмотрим на цены. Значит, что мы из этого ели, мы брали как-то раз здесь паэлью, которая стоит 10 евро, паэлья, ты знаешь, по-нашему, это просто рис с чем-то, то есть с морепродуктой можно взять, можно взять его с курицей, с говядиной, там, с чем хочешь. Ценник, в принципе, вот такой, одно блюдо на человека хватит с головой, поэтому считай сам, умножай, дорого тебе это или нет, решение примешь ты сам. Вообще, вопрос цен на еду, дело тонкое. Вот мы завтракаем, обедаем, ужином, в среднем, это может быть 20 евро злых, это может быть 50 евро злых за ужин, но в него сразу будет бутылочка вина, несколько блюд, салатики, закусочки, то есть как ты будешь питаться, это уже решишь ты сам, но поверь мне, если ты закладываешь бюджет 10 евро на ужин, ты на 10 евро поешь. Более того, в магазин можно зайти, вкусности его, овощи, фрукты, колбасы, различного рода мяса, все есть и уже, в принципе, все это наготовленное, нарезанное, то есть набрать можно что хочешь. Шлапша китайская, изобилие большое, поэтому не нужно зацикливаться на том, что вот, блин, денег не хватает, возможно, не будет хватать на еду. Если ты, конечно, едешь с какой-нибудь фифой, который будет с вами говорить, хочу в ресторан красивый, тогда готовься. А если ты едешь со своей нормальной девушкой, либо с женой, либо с каким-то другом, этот вопрос я не должен волновать. Ну а чтобы не быть голословным, сколько примерно стоит, с самого момента приезда я начал вести заметки, где я записывал ровно каждую копейку, которую я потратил на еду, на сувенир, на все. И в описании к данному ролику я прям распишу день первый, на что тратили, а вы сможете посмотреть и уже от этого как-то, возможно, сможете сориентироваться по цене для вас. В целом город весь чистый, но это не удивительно, потому что Барселона по размерам не такой уж и большой город, даже если взять в соотношение с нашими русскими крупными городами. Мы ушли из явно туристического района, но перемещаемся в такой же, не менее туристический район, но пока вот в этом промежутке мы находимся опять в спальном райончике местных. Обратите внимание на ландшафт, на велосипеде сел, без тормозов разогнался и прям можно впечататься хорошенько. все машины, которые стоят слева, прямо вот начиная вверх, все такие небольшие машинки, все на механике. Вот честно иду, смотрю, ни одной тачки нету, чтобы она была с автоматом. Почему? Не знаю, но я думаю, наверное, потому что они дешевле. Кстати, касаемо цен на машины. А мы заходили здесь в салоны Volkswagen, Audi. Цены на самом деле не низкие. Вот, к примеру, Volkswagen Passat последний в базовой комплектации здесь стоит 39 тысяч евро. То есть от. Поэтому, если пересчитывать на наши рубли, так это вообще цена космическая. Так примерно, прикидывая, в районе 2,5 миллионов выходит. В тот же момент кредит на автомобиль. Ну, смотрите, я спросил у менеджера, говорю, вот кое-как там попытался изъясниться ему, если я хочу купить машину, какие мои действия? Он говорит, если кредит 10%, ставка идет. Можно машину забавить прямо сейчас без каких-либо первоначальных взносов. В принципе, такие же условия у нас есть и в России. Но ставка 10%. Вот в таком состоянии большая часть автомобиля находится именно бампера. Ну, видно, да, что притираются именно при парковке. Спереди, сзади, еще номера все вмятые. Но меня не покидает одна мысль. Что бы было, если бы в Испании был бы такой, знаешь, гололед. Самый нормальный гололед. Ты глянь, вот что за картина происходит. Я представляю, что будет за денек, когда такой даже просыпаешься. Морозное, свежее утро, гости дождя, все во льду. Вот это будет весело. Отличная погода, кстати, скажу, для того, чтобы вести стройки. Услышите? Что-то там строится, здесь у нас сетка идет. Место такое, что можно круглый год заниматься строительством. Частый вопрос, знаете, бывает, когда приезжаешь в другую страну, как здесь вообще люди? Злые, добрые, как относятся к приезжим? Понятное дело, ответить на этот вопрос я с точностью не могу. Но вижу одно, что им всем, тех, кто проходит рядом, так же ровно, как и у нас. Улочки узенькие, очень уютные. Но в тот же момент за счет того, что дома стоят, образуется такой коридор. И вот мотоциклы, которые ездят, постоянно шум происходит. Я представляю прекрасно, каково будет дома, когда ты сидишь. И вот каждый день вот эта вот херня, вот этого, смотри. Этот туда поехал, этот сюда поехал. Но глазу очень приятно. Посмотри сейчас в окно, как у нас, да, какая у нас занимается. Посмотри вот сюда. Что это, мандарины растут на деревьях. Запрыгнули в автобус. Отношения нормальные, когда бежали уже, но он закрывался, собирался трогать, рукой его махнули, но остановился. Обратите внимание, за дня люди есть, но их не так много. И в принципе постоянно, какой бы мы общественный транспорт не заходили, будь то метро, трамвай, либо автобус тот же самый, всегда есть свободные места. И прям такой да, нет. То есть людей не так много. Еще минут сорок назад мы были где-то там очень даже далеко. Мы сели на метро, проехали, вышли, зашли в кафе буквально на пять минут. Потом пошли дальше, потихоньку поднимаемся, смотрим. Ну сами понимаете, туристы, гуляемся, крутимся, вертимся. И сейчас мы уже практически пришли к одной из достопримечательностей. Такая будет смотровая площадка. Мы идем на нее, чтобы показать вам, как выглядит в принципе Барселона с высоты птичьего полета. Потому что DJ Mavic Pro у меня нету, жена сказала то, что он тебе не нужен, а он мне нужен. Поэтому придется сейчас ехать и снимать так вот, сверху, парни. Вот, пойдемте. Вот она идет, прихрамывает. Итак, мы поднялись на бункер Эль Кармель. Вот сейчас, обратите просто на атмосферу, вот люди сидят и наслаждаются. А чем они наслаждаются? Они наслаждаются видом. Давай, 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 давай сюда. Ходя здесь, просто хочется закричать. Я мышь! Сейчас, возможно, будет небольшая тряска, потому что наш стабилизатор с ума сошел, что голова у нее крутится и верится. Я думаю, наверное, из-за высоты, но не суть. А суть в том, что посередине Саграда де Фамилия, где мы с вами были немного ранее. И вот такой вид открывается. Многие люди сюда приходят, фотографируются. Ну, конечно, завораживающий. Вот здесь неплохо сесть, распить бутылочку вина или, например, попить бутылочку пива, чай, кофе. Ну, кто что любит. Посмотреть вид. Особенно сейчас такая погода хороша, что не холодно. Вообще не холодно. Тепло. Даже охота в курточку скинуть. Все экскурсии, которые мы здесь посещали, все бесплатно. Вот мы ни за что деньги не платили, мы только даем деньги за проезд. Приехать туда-сюда, обратно подниматься, все в принципе открыто, доступно. Да, есть музеи, которые дорогие, но мы в искусстве особо-то не разбираемся, поэтому смысл нам идти смотреть чьи-то работы, если для нас это просто картинки. Ну, будем честными, не будем скрывать, наговаривать то, что Антонио Гауди прекрасная, прекрасная работа. Может быть и так, но для нас она нормальная. Если бы ты спросил меня, переехал ли бы я сюда жить? Я отвечу тебе, конечно, переехал бы, да еще с превеликим удовольствием. Но в первую очередь не из-за того, что мне там не нравится жизнь в России, а из-за того, что здесь очень прекрасный климат. Вот такой климат я просто обожаю. Но когда зима теплая, на улице 15 градусов, нет вот этого снега, нет этой грязи постоянной. Вот это именно ты здесь и манят. В принципе, за четыре дня пребывания здесь мы прошли очень много. Мы проходим в день в среднем 12-17 километров. Погулять, во, парни, насладиться от женой, с детьми самое время. Поэтому, если есть возможность, даже не задумывайтесь, срывайтесь и летите сюда. Вот чем бы я здесь видел бы свое занятие, как зарабатывать деньги. Но вы все знаете, что в России я занимаюсь производством наружной рекламы. Вот. Обратите внимание, прямой пример, простая вывеска, Вот видно, какой-то пластик используется, пленка, ну и подсветка. И вот через дорогу висят буквы объемные, без подложки. Когда я сюда ехал, я думал, что здесь повсюду будут вывески именно буквы объемные, без подложки, то есть световое, но тем не менее нет. Вот такого планового варианта дешевый, вот реально дешевый. Очень часто встречается и в центральной части города, и на окраинах. То есть как-то непонятно. Пройтись можно по магазинчикам, небольшие красивые вывесочки для них я бы всегда им предложил, бы сказал, самый лучший какой. Good price. Good price у меня. Давайте сделаем тебе все красиво. А чем бы ты мог здесь заработать? Да в любых. Вот на самом деле ниш очень много. За счет того, что дома все красивые, вот я прям вижу, что наверняка пошла бы тема с какими, знаешь, светильниками. То есть на дома, на балкончик, еще что-то такого нечто красивого. Очень ценится здесь маркиза. Маркиза это такая тема, которая над окном вешается красивая. Тоже наверняка здесь можно предлагать. Самое главное по цене перебивать. По-любому для этого для всего нужен какой-то стартовый капитал. Просто так сюда приехать и сказать, о всем привет, я хочу жить в Испальне, поэтому сейчас я буду делать здесь бабки на вашей земле. Этого не получится. Нужно обязательно знать язык. Но тот, кто хочет, тот, кто старается, сами знаете, всего добивается. Как к нам мигранты приезжают? Приезжают, что тут делают? Там, тут, там, там кафешку они открывают. Там у них какая-то шаурмичная, там у них куры-гриль, там у них овощи-фрукты. В принципе, чем это хуже? Чем мы здесь не сможем? А вот, собственно, это и агентство недвижимости. 94 тысячи евро. 110 тысяч есть. Вот, кстати, за 94 тысячи, да, 72 квадрата, три комнаты. Банос, ну что, два балкона, наверное, за 3 миллиона 950 тысяч. Вот так возьму. Всем быть. Просто днюху отмечаем все вместе. Всем каналом отмечаем сразу днюху. Не днюха, а что это? Днюха. Новоселье. Короче, цены есть космические, ну а есть, в принципе, вот для тех, кто в Москве живет, да, вот так свою хату там продаж и, в принципе, можешь здесь купить. А это мы зашли в магазин, который уже не в туристической зоне, да, а где больше всего покупают местные. На самом деле, оформление очень классное. Все так уютно сделано, чисто, свежее все. И цены, в принципе. Но я считаю, что это, наверное, невысокие, но опять же, все зависит от дохода. Но не вонючий магазин. Знаете, что при этом? Заходишь, нет таких посторонних запахов. Все, что чем пахнет, ну вот, например, такими вещами, они на самом деле только аппетит вызывают. Куда глаз не кинешь, все там, пять евро, три евро, два евро. Вон макароны по-флотски, 3,75. Взял, нагрел, как вточил, потом еще помидорку порезал, зеленью салат нарубил. Вот винишко, вот вина, да, парень. 3,25 вино. Короче, все вино по 3-4 евро. Мы брали как-то здесь бутылку вина за 1 евро, но мы ее еще даже так и не открыли. А вот так он выглядит внешне. Короб световой у них есть. Я вам предложил все равно глупость сделать. Вот, взяли клубники за 3 евро и идем дальше. А вот это вот вход в подъезд. Ты представляешь? Вон домофон. Да в этом подъезде не дурно даже днюху отметить, да? Что вкусного поесть в Испании? Многие, знаешь, задают этим вопросом, когда читают форумы. Ну, естественно, прилетаешь в другую страну, охота что-то такого необычного съесть. И самым частым, что встречается, это тапаз. Тапаз, тапаз. Тапаз, это по-нашему бутерброд. Вот бутерброд, небольшая булочка такая идет, багет. И на ней что-то наложено разное. Бывает там с мясом, с колбаской, с сыром, еще что-то. На самом деле, попробовать стоит, но ничего прям особенного. Я в этом не увидел. Ну, говорю, бутерброд. Вот он салон Nissan. Пойдемте вместе, зайдем посмотрим, что там по ценам, да и какой вообще модельный ряд представлен. X-Trail. 30 тысяч 500 евро. Это старт. Вот сто процентов сейчас будет он на механике. Не знаю почему, но вот у них все тачки на механике. Он в бывшей части. В общем, человек вышел из салона, говорит, что тут такое происходит. Я говорю, ну вот снимаем просто для себя. Он говорит, да, не проблема, можно. И все. И ушел. Значит, вот. В принципе, по интерьеру все то же самое, что и у нас. У меня был раньше Nissan X-Trail. Т-30 кузов, кстати, Т-31. На одном проездил 120 тысяч, на втором проездил 145 тысяч. Уже он был с вариатором. Поэтому вернемся обязательно. Найдем его. Что-то заснимем. Посмотрим. Вот он, Жук. 22 тысячи евро. Пока бредем по улице. Никого, собственно, не идем, просто гуляем. Вот кого мы встретили. CX-3 новая. Внешне, конечно, смотрится симпатично, но очень хочется найти именно CX-9. Вот глядя на эту модель вживую, понимаешь, почему она ушла с российского рынка. Потому что в целом она похожа именно на CX-5 полностью. Практически она так. Немножко меньше. Вот ближе к ней подходишь. Она реально маленькая, так кажется. Вот. А за счет этого это будет примерно та же самая история, как сейчас есть Mazda E3, Mazda E6. Приходишь, трешка нравится, нравится. Вот чуть-чуть доплати, и у тебя уже шестерка будет. Здесь, в принципе, то же самое. А сзади, если присмотреться, то есть даже некие черты, а именно Kia Sportage. Вот посмотрите. Вот здесь значок закрыть, чуть-чуть фары убрать. Вот как-то вот багажник чуть-чуть сделан. Схожа по элементам. А так, конечно, для европейского города машина симпатическая. Я думаю, для девушки, например, здесь ездить на такой тачке на работу, да вообще шикарный вариант. Время 6 часов вечера, где люди потихонечку начинают возвращаться домой с работы. Мы уже возвращаемся домой уже завтра. 25 числа я уже буду дома. В ближайшее время мы планируем начать новую рубрику. Я с вами обязательно поделюсь, что идея будет хорошая. Будем брать за основу какой-то автомобиль и пытаться выторгивать у него максимальную скидку. То есть по такому же принципу я покупал машину. Всех буду обзванивать. Буду прям выжимать все соки из них. И вам давать конечный результат. Говорить, вот такая-то реальная скидка была по Москве. Самая лучшая. У нас будет первый автомобиль марки Kia. Какой? Пишите ваши комментарии. Ну, я так думаю, это, скорее всего, будет Optima. Сходим на Optima. Попробуем еще другие автомобили. В общем, все будем делать, будем снимать. Пишите ваши комментарии по поводу этого ролика. Что вам понравилось, что не понравилось. То есть, возможно, кто-то хочет высказать свое мнение. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.